МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Ударными темпами военные строители уже приступили к заливке фундамента корпусов нового госпиталя. Криминальный квартет. Полицейские задержали разбойников, наводивших ужас на сельских пенсионеров. Хозяйничают ночные заморозки. Прогноз на апрель представили рязанские метеорологи. В микрорайоне Дашково-Песочная военно-строительная компания Минобороны России продолжает возводить военный госпиталь. Причем делает это в круглосуточном режиме. В сети появилось видео, где видно, что военные строители уже начали заливать фундамент под новые корпуса. Возведение нового военного госпиталя идет ударными темпами. Еще в январе здесь зияли котлованы, а сегодня уже заливают фундамент под будущие корпуса. Площадь по меркам Рязани просто гигантская, почти 12 квадратных километров. Сегодня здесь трудится 275 человек и 24 единицы техники. Работы идут круглосуточно. Военные строители готовят основания, монтируют арматурные каркасы, делают опалубку под колонны первого этажа и плиты перекрытий техподполья. И это нынче самая ожидаемая стройка для общественности всего региона. Многострадальный вопрос, его неоднократно задавали при ходе приемов военные пенсионеры, военном госпитале. Наконец-то получил свое развитие. В Дашках Песочных строится новый, современнейший военный госпиталь с возможностью даже эвакуации, вертолетным транспортом, вертолетами в другие госпиталя, где будет оказана более высокая помощь тем гражданам, которые обратятся. Новый медцентр на 150 мест будет включать в себя лечебно-диагностический корпус, административный блок, палатный модуль на 120 коек и инфекционный корпус на 30 мест. Комплекс оснастят самым передовым медицинским оборудованием. В итоге здесь будут работать поликлиники, стационар, лаборатории. Пациенты получат высокотехнологичную помощь. Много про это говорили, про военный госпиталь, что наконец-таки начинается достроить. На самом деле серьезный шаг в поддержке наших ребят, участвующих в СВО. Перед специалистами военно-строительной компании стоит задача завершить все работы в максимально сжатые сроки и сдать под ключ медицинский комплекс до ноября. К слову, они одновременно возводят сегодня сразу 9 таких госпиталей. Типовые лечебные комплексы помимо Рязани появятся в Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе. Сотрудники ГИБДД вовсе не случайно напоминают о том, что обгон достаточно сложный маневр, и перед тем, как его совершить, нужно убедиться, что вы не нарушаете правил дорожного движения. Одна из таких историй в Касимовском районе едва не закончилась трагически. Или, хочу, пришлось отвечать. В марте 2023 года Касимовская межрайонная прокуратура поддержала государственные обвинения по отношению к жителю Тамбовской области в нарушении правил дорожного движения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью местной жительницы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала жительница города Касимов. Ей причинен тяжкий вред здоровью. Приговором Касимовского районного суда Рязанской области от 7 марта 2023 года житель Тамбовской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. И ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Гражданский иск, потерпевший о взыскании денежной компенсации и морального вреда, удовлетворен частично. В сумме 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Нападали на слабых. Четырем жителям региона предъявлено обвинение за разбойные нападения на пенсионерок. Расследование рязанские оперативники УГРО вели совместно и с коллегами из межмуниципальных отделов МВД Шиловский и Михайловский. В первом доме что делал? Зашел, сломал дверь. Дальше. Подробнее, подробнее. Дайте денег туда-сюда. И мы уйдем и все. С таким, с позволения сказать, предложением четверо крепких мужчин вломились в дом к пенсионерке в селе Лубонос. Угрожая избить ее поленом, потребовали отдать все свои сбережения. Испуганная женщина указала на тайник. Нажива оказалась небольшой, всего 6 тысяч рублей. Мужчины взяли деньги и ушли, предусмотрительно заблокировав дверь шваброй. В ту же ночь фигуранты пробрались к еще одной жительнице села. Когда она отказалась передать им свои накопления, один из нападавших стал душить женщину подушкой. Чтобы спасти свою жизнь, она рассказала, где находится тайник. Взяв 31 тысячу рублей, незнакомцы перекрыли холодильником вход в комнату и ушли. Пенсионерки сумели выбраться из своих жилищ и обратились за заявление в полицию. Уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось узнать марку и номер машины. Нашли ее в Михайлове на заправке. Всех четверых подозреваемых задержали. Трое из них, кстати, уже имеют судимость за кражу. В дальнейшем выяснилось, что сообщники также причастны к ограблению пенсионерки в Михайловском районе. Несколькими днями ранее они открыто похитили у жительницы деревни Павелково 229 тысяч рублей. Пострадавшая долго не могла прийти в себя после произошедшего, поэтому не обращалась в полицию. Следователи территориальных подразделений возбудили два уголовных дела по части второй статьи «Грабеж» и части третьей статьи «Разбой». Сейчас четверо фигурантов заключены под стражу. Партнер программы «День города» выставка продажа икра и рыба «Камчатская». Свежая и вкусная продукция к вашему столу возле торгового центра «Премьер» до 1 апреля включительно. Рязанских дизайнеров одежды приглашают бесплатно представить свои коллекции с 28 по 30 апреля на маркетах «Московской недели моды». Прием заявок уже стартовал на официальном сайте события и продлится до 29 марта. Сообщить о своем желании присоединиться к мероприятию могут разработчики брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Организатором выступает фонд моды при поддержке правительства Москвы. Все заявки рассмотрит экспертный совет, который отберет порядка 150 отечественных брендов. Но зато дизайнеры-участники смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сегодня собрано более полутора тысяч российских брендов. Российский март еще не настоящая весна, но и апрель, судя по всему, тоже особо не порадует. Так с грустью констатируют метеорологи. Какие сюрпризы ждут рязанцев во втором месяце весны, расскажут сотрудники Рязанского гидрометцентра. Облачная дождь и до 10 градусов тепла. Такой погодой встретил рязанцев 29 марта. При этом ночью столбики термометров опустятся до плюс двух, а в области – до нуля. Восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду порывист. Атмосферное давление составляет 740 миллиметров ртутного столба. Однако скачки атмосферного давления на этой неделе прогнозируют все специалисты. Самый значительный скачок давления ожидается в ночь на четверг, 30 марта. К концу этой недели, к 31 марта, в регион могут вернуться ночные заморозки, правда ненадолго. В целом, до 30-31 марта в Рязани продержится апрельская погода. В ближайшие дни на погоду территории Рязанской области будет оказывать влияние южный циклон. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-7 градусов. Предварительно ночью 1 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя на дорогах местами гололеется. Днем 1 апреля местами по области пойдет небольшой дождь, ветер северный с переходом на южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3 градусов, днем плюс 4, плюс 9 градусов. А вот апрель по расчетам погодных экспертов Росгидромета будет не таким теплым. В Питере он промозглый и сырой от холодных дождей. В Москве воздух едва будет прогреваться до плюс 7. На всей территории центральных регионов будут хозяйничать ночные заморозки на почве, а местами будет идти мокрый снег. Ничуть не лучше ведет себя разбушевавшийся апрель и на юге России, в Сочи, Анапе, многих других курортных городах. Многочисленные ураганы и ливни, а на Черном море шторма. Частым апрельским гостем в Крыму станет шквалистый ветер, который будет дуть с рекордной скоростью. В нашем регионе прогнозируют большое количество пасмурных и дождливых дней. Учитывая приближение холодного апреля и значительный дисбаланс между дневными и ночными показателями температурного фона, метеорологи в тандеме с медиками напоминают, что подобная климатическая ситуация может негативно отразиться на самочувствии людей, особенно пожилых, метеочувствительных и страдающих хроническими недугами. Вкусная и свежая рыба, горячего и холодного копчения, а также икра и все это с Камчатки прямо в Рязани. Выставка продажа икра и рыбы «Камчатская» снова в городе. О преимуществах этой продукции расскажем прямо сейчас. Аппетитные кусочки красной рыбы, сводящие с ума ароматы копченых морепродуктов, огромный выбор – 35 видов морской рыбы, которые удовлетворят самого взыскательного покупателя. Все это – выставка продажей икра и рыбы «Камчатская» у торгового центра «Премьер», которая стала любимым местом закупок у рязанцев. Непревзойденные вкусовые качества продукции, гарантированная свежесть – вот основные факторы, которые приводят покупателей к выставке продажи снова и снова. Есть и другие плюсы. Скажем, попробовать продукт здесь можно перед покупкой, чтобы быть уверенным, что берете действительно на премиальную рыбку. Вы знаете, я уже в третий раз, наверное, к ним приезжаю из Первомайского проспекта. Мне нравится обслуживание. Они, так сказать, добрые мальчики, вежливые очень. Вот мне не хватило, они мне там несколько копеек. Видно, к старости посмотрели. В общем, спасибо им большое. И, не знаю, привет, Камчатки. Употреблять в пищу рыбу, икру и другие морепродукты можно и в период Великого Поста, который соблюдают многие рязанцы. Существует церковный календарь, в котором расписаны дни, разрешающие постящимся рыбу. Но и врачи, и священники напоминают, что при проблемах со здоровьем, пожилым и беременным, а также тем, кто активно трудится физически и умственно, рыбу включать в рацион настоятельно рекомендуется в продолжение всего периода аскезы. К тому же до светлого праздника Пасхи уже подать рукой, и многие начинают закупаться к праздничному столу заранее. Приходим, конечно. Там уже праздники приближаются. Свежие, наверное, у них продукции. Вот еще идем, берем. Сезон сейчас заканчивается. Сейчас вот рыбу, может, немножко в морозилку положу. К этой, к Пасхе. Мне внучка любит белую белую рыбьцу. Я красную не особенно, а белую рыбьцу она и икру. Ну вот сейчас к празднику сделаем утроброд с икрой. И будем вспоминать добрым словом. Чивыча, белорыбица и омуль – отборная слабосоленая икра, а также другие виды морской рыбы. Ассортимент поражает воображение. И если вы попробовали продукцию камчатского края, однажды вы будете возвращаться вновь и вновь. Ведь с этим вкусом не сравнится ничто. До 1 апреля включительно выставка продажи «Икра и рыба» Камчатская работает в нашем городе. У центрального входа торговый центр «Премьер». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.youtube.com.br и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 27 марта по 1 апреля. ТЦ «Премьер». Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук.